МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Поводом для сегодняшней встречи на ринге послужило вот это небольшое письмо. Слушали недавно Би-Би-Си. Классная была передача, посвящена выходу в Англии двух пластинок Ленинградца Сергея Курехина. Кто такой? И имени этого не слышали. Они там говорят, что это не только один из лучших советских джазменов, но и самый наш авангардный композитор. Даже журнал ему какой-то посвятили. А у нас, значит, что опять замалчивают? Какая же это гласность? Или опять говорить станете? Дети, вражьи голоса вас в заблуждение вводят. В. К. И ещё 12 правдоискателей из Коломны. Ну что здесь действительно ответишь? Когда в Англии вышли не только вот эти две пластинки, 14 других вышли в разных странах на Западе. Когда журнал «Клавиатура» посвящает почти полностью весь свой номер творчеству 33-летнего композитора из Ленинграда Сергея Курехина, а десятки других журналов публикуют сенсационные статьи о его экспериментах с поп-механикой. И всё-таки сегодня ответить ВК и 12 правдоискателям из Коломны уже гораздо проще, чем, допустим, даже полгода назад. Во-первых, потому что, наконец, выходит фильм Николая Буховича «Диалоги» с участием Сергея Курёхина. Во-вторых, в Алма-Ате на фестивале именно Сергей Курёхин получает приз за лучшую музыку к фильму «Господин оформитель». Наконец, в журнале «Советский экран» появляется статья о Сергее Курёхине, статья, которая называется «Главное – внести больше путаницы». Ну, и я думаю, наконец, выходит на экраны телевидение встреча с Сергеем Курёхиным на нашем музыкальном ринге. Спасибо большое. Мы покажем вам сейчас разнообразную музыку, музыку, которую мы исполняем, музыку разную по экспрессе, разную по характеру, разную по всему, разную по музыкальному языку. И очень рады были, если бы вы сказали, что вы о ней думаете, и имеет ли это смысл какой-нибудь или вообще что-нибудь такое. Первая пьеса – это дуэт двух акустических инструментов. «Главное – внести больше путаницы» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это язык, так называемого, уже ставшего традиционным авангардного джаза Джаз, который стал развиваться в начале 60-х годов и вот сейчас благополучно функционирует Я хотел бы услышать, что является ли это чем-нибудь, имеет ли это какой-то смысл, музыка ли это, интересная ли музыка, есть ли музыка, то почему И вообще что-нибудь услышать о том, что сейчас произошло Я представитель другой массовой культуры, которая наверняка занимает первое место у нас среди молодежи, я дискотечек Я представляю дискотеку Пушкинское радио Меня волнует вот какой вопрос Понимаете, существуют различные способы самовыражения Но вы не задумывались над тем, что существует элементарная этика поведения на эстраде, через которую вы выражаете свое... Не надо свистеть, не надо свистеть, не надо А что такое этика? Мы что-то делаем неэтично, я немного не понимаю Нет, объясните мне, пожалуйста, вот костюм молодого человека в белом во всем Я понимаю, конечно, у вас могут быть свои какие-то средства самовыражения Я, конечно, отношусь к вам с уважением, я не имею права вас не уважать, потому что вы вышли сюда на сцену Вы актер, я обязан вас уважать Но музыка, которую вы играете, она располагает на нездоровой ассоциации Поясните, пожалуйста, вот костюм молодого человека Какого рода у вас нездоровые ассоциации возникают? Мать... Ну, во-первых, прическа Во-вторых, босые ноги Меня просто интересует вас чисто с точки зрения этики Поясните костюм Этики и гигиены И гигиены, да, поясните, пожалуйста, костюм Сергей, может ты скажешь по поводу? Можно я скажу? Очевидно, товарищ не понимает, что шокировала Нет Моя одежда сейчас имеет определенную семантическую нагрузку Значит, собственно говоря, она обусловлена Именно выбор этого цвета белого Обусловлен для меня очень многими причинами Собственно говоря, белый цвет в искусстве авангарда Это пустой свет Понимаете? Пустой Пустой свет, то есть это как бы чистый лист бумаги На котором может быть отражено все угодно Все что угодно И, собственно говоря, таких отсылок довольно много И я очень долго, старательно выбирал именно этот вид И довольно часто появляюсь в популярной механике именно в таком Сергей, я хотела добавить Сергей, Сергей Парень этот, он, возможно, не понял разницу между вашим образом, какой есть, и маской Кто ясно мыслит, ясно излагает Так вот, сейчас мы прослушали дуэт Про что эта музыка? Ваша концепция? Хорошо Минутку, минутку Каждый художник, беря за основу какой-то сюжет Да? Вкладывает туда какую-то мысль Так вот, я хотел бы слышать вашу трактовку, услышанного нами Пожалуйста Дело в том, что тут еще надо конкретизировать понятие ясность У одних ясность выражена в двух нотках Для некоторых в осаду-левогороде Это самый предел максимальной ясности Для меня, скажем, язык, который Который сейчас прозвучал, но язык достаточно ясный У меня своя мелодичность какая-то есть в нем Если внимательно очень слушать, можно найти мелодичность Это все формы, это все формы Это не формы, что вы? Это все формы, ну мелодичность, это форма Которую мы... Нет, я не могу понять Пожалуйста, защитите, пожалуйста Если вы знаете язык философии, то форма это и есть затвердевшее содержание Вот, а потом, мне кажется, Курехин мог бы ответить на ваш вопрос Толстого спросили, о чем Анна Каренина? Он сказал, что мне легче переписать роман Художник не вправе перед вами Не должен перед вами отчитываться Объяснять вам как форму, так и содержание Он все выразил правильно Я могу сказать, чтобы Чтобы как-то предварить дальнейшие вопросы Что о содержании этой музыки Вся музыка, которую исполняет сегодня ансамбль «Популярная механика» Это музыка любви От начала и до конца Одну минутку Сейчас будет следующая пьеса Которая Немножко Она на том же самом музыкальном языке Но использует немного другие средства Которая КОНЕЦ 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 Это была следующая пьеса. Извините, конечно, за такой вопрос, но просто что выражает ваш реквизит? Дело в том, что сам инструмент по себе достаточно отличается немного. Это первый советский синтезатор. Оригинальный. У нас существует специальный музей, который возглавляет Сергей Бугаев, член нашего ансамбля. Он директор клуба имени Маяковского, и он собирает всевозможные реликвии. И по преданию этот утюгон был собран Маяковским самим. И дело в том, что поскольку он сам по себе не очень похож на остальные компьютеры современные, то к нему уже соответствующий антураж, то те люди, которые должны играть на нём, они должны быть как-нибудь как бы единым целым с ним. Скажите, пожалуйста, есть ли связь средств выразительности, которыми пользуетесь вы, с шумовиками 20-30-х годов, которые были в России? Может быть, внутренняя связь есть какая-то, но дело в том, что здесь используются совершенно другие технические средства. Нет ли противоречия между популярностью и сложностью того языка, на котором вы пытаетесь общаться с аудиторией? Нет, я не думаю так. Дело в том, что я не считаю, опять же, и повторяю, что наша музыка сложная. Она совсем не сложная, она очень простая. Я не могу понять, в чём здесь сложность заключается. Вы считаете, что этот музыкальный язык понятен всем? Ну, сегодня не понятен, завтра понятен. Наша цель сделать так, чтобы он был понятен завтра. Ставите ли вы своей целью вот те поиски, которые уже давно велись, и в музыке серьёзной, и в музыке эстрадной, просто перенести в свою сферу деятельности? Потому что всё то, что вы здесь показывали, это не новость. Это уже давно пройденный этап. Да, я абсолютно с вами согласен. Давно пройденный этап, я уже об этом говорил. Дело в том, что мы используем всю музыкальную культуру, существовавшую до нас. Мы ничего не придумываем, ничего не выдумываем специально. Мы просто берём какие-то пласты, какие-то части музыкальной культуры, и стараемся просто их исполнить с максимальной любовью, с максимальной отдачей. Значит, сейчас пьеса, которая будет исполнена, она как раз и является одной из иллюстраций смешения музыкальных традиций и смешения музыкального языка. В этой пьесе принимает участие камерный ансамбль под руководством Юрия Шалыта и музыканты, члены ансамбля «Популярная механика», члены Ленинградского рок-клуба и также группы кино. Я думаю, что мы попробуем сыграть вам эту пьесу. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ И современный, и старый, одновременно. Простите, пожалуйста, можно ли называть робототехнику фольклором? Я здесь кроме чего-то такого роботообразного... Понимаете, у вас даже на лице, мне кажется, приведите сюда какого-нибудь человека, ну, маломальский, разбирающий все музыки, он также сможет нажимать на клавиши и то же самое вытворять, понимаете? Потому что я не вижу какой-то особой музыкальной подготовки, очень большой образованности музыкальному... Серёжа, вы считаете, что музыка должна быть обязательно очень сложной, усложнённой? То есть простая музыка, она не имеет никакого смысла? Как раз наоборот, у вас всё слишком просто, понимаете? Просто ладушкой бить по этим клавишам, то, что я сейчас видела, это не вполне серьёзно, здесь никакого фольклора. Всё-таки к вопросу о фольклоре. Ведь что такое фольклор? Народная музыка. И вот эта пьеса, мне показалось, это отражение нашей жизни, сегодняшней. И в ней прозвучала не только сегодняшняя наша жизнь, но и наше прошлое. Вот со мной товарищ рядом стоял, он, например, услышал в этом... У меня тоже возникло такое ощущение, что-то чего-то русского, богатырского. Потом пошло именно современное что-то. А что, разве у нас нет этого? Разве у нас не жив Александр Невский? Жив! То, что я услышал, на меня произвело очень сильное впечатление. Но я никак это не связываю с какими-то фольклорными традициями, воспоминаниями, представлениями и так дальше. Я думаю, что это другая музыка, прекрасная, но не фольклор. Может быть, она не фольклорна на уровне выражения, но она фольклорна по ощущению. То же самое, что я говорил о любви, это приблизительно относится к фольклору. Потому что фольклор может быть фольклорное понимание, мифологическое понимание процесса деятельности, творческого процесса. Если оно осознанно, если оно сознательно культивируется, то здесь процесс практически не важен. Потому что, как мне кажется, мышление у меня... Во всяком случае, я стараюсь его приблизить максимально к фольклорному. Но результат может быть какой угодно. Но я очень много старался заниматься фольклором, и чуть ли не больше всего вообще всей музыки, которой я либо занимался, фольклором всех народов. У меня такое чувство, что вы своей деятельностью кому-то что-то хотите сказать, кому-то что-то противопоставить. Кому, скажите честно, я не отсюда. Да, я своей деятельностью хочу что-то сказать. Вы кому-то что-то хотите противопоставить? Нет, ни в коем случае, я ничего не хочу противопоставлять. А почему тогда так страшно? Дело в том, что здесь очень программа необычная, потому что она... Впервые мы играем отдельные пьесы. А когда она выстраивается по форме, когда... У нас всегда крупная форма. И вкупе это создает какое-то ощущение, по-моему, веселости и живости. Просто у меня такое ощущение, что вы все время что-то говорите, 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 говорите. Я могу вам поиграть на рояле. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Сергей, вопрос можно? Сектор А. Да. Я хочу вам сказать большое спасибо именно за эту вещь, за исполнение этой вещи. Потому что, схематизируя ту вещь, что вы делали до того, я могу сказать, что это был вход, вступление в патопсихологию. Потом был психоз, потом было успокоение. Вы тоже доктор. И сейчас был выход в какую-то норму. Вот, вы понимаете? Ну, конечно. Надо снять разряд, заряд. Я психиатр, поэтому вы меня извините за такой вопрос. А, замечательно. Значит, я хотел бы, чтобы мы видим первый синтезатор, мы видим синтезатор последний, мы видим ранние годы, Маяковский и так далее, и последнее. Не могли бы вы что-то между этим, скажем, в манере бибопа, хардбопа, скажем, сделать вещь мейнстримовского какого-то характера, которая была бы приятна и адекватна, не, ну, скажем, ну, я думаю, подавляющим большинству слушателей. Я вас очень об этом прошу. Я с удовольствием один бы исполнил. Дело в том, что у нас инструментарий не позволяет поиграть бибоп. Я могу вам исполнить один, но это будет немножко не то, без ритм-секции. Это было бы тоже интересно. Да, с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, спасибо большое. Просто у нас такая программа насыщенная, что очень хотелось бы показать больше кусков музыки, которая подготовлена специально для программы, и поэтому такие экзорсисы, они совершенно бессмысленны. А сейчас прозвучит музыка из художественного кинофильма ленинградского режиссера Олега Тепцова «Господин оформитель». Вот это фрагмент из этого кинофильма, который мы сейчас исполним без камерного оркестра, но, собственно, роковыми силами. «Господин оформитель» 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 Дегенеративные лица Которые рассказывали во время, так сказать, исполнения Вам понравились они? Так не надо дисплять образ с лицом Если бы они ходили с лицами Они бы носили свои открытые лица А если они их замаскировали Значит, потом будет какой-то смысл Вы поняли, какой смысл? Как вы воссоединили в своем сознании Вы же не могли, так сказать, воспринимать музыку Отдельно от того, что происходило вокруг То есть в вашем сознании Все это представляет собой единый образ Вот что за образ, так сказать, и как вообще Все это оцениваете? Но если рушится какая-то металлоконструкция Издавая при этом звуки Вы не можете наделить эту металлоконструкцию душой? Она рушится и плачет И составные ее элементы ходят печальными Ну почему вы так не допускаете? У Курехина же очень оптимальный какой-то синтез Вы понимаете? Очень интересный синтез того, что было до него Вот, он же очень хорошо знает музыку Он великолепный джазмен Я его слушал лет 6-8 назад Он великолепный джазмен Он технический А потом он психологически себя подготовил Сейчас к тому, чтобы какое-то синтезировать Взять что-то современное Взять вот эти вот издержки Может быть, на нашей культуре Может быть, псевдо Понимаете, к сожалению, очень много псевдо И это производит впечатление Какого-то отклонения в психике Нет, отклонения в психике нету совершенно Классический музыкант Что вас заставляет связываться с этой Паразматической полмеханики Вы знаете, во-первых, я сразу скажу Что я не считаю это, как вы сказали Я просто считаю, что мы музыканты Профессионалы Не должны завыкаться в рамках Какой-то определенной культуры В рамках одного определенного стиля Я не случайно искал Какого-то выхода Какую-то вот иную сферу И тем более встреча с таким человеком У меня невероятной творческой энергии И фантазии Музыкальности Таланта, как им является Сережа Она, в общем, дает возможность Выйти за пределы нечто новое Это нечто новое, мне кажется Очень интересное Потому что я впервые себя ощутил Благодаря Сереже С авторов Социальные всегда условия Вот как в свое время В десятых годах века Начались декаденты Футуристы и прочие штуки И тоже существует и сейчас С определенным послаблением С определенным состоянием Социальным обществом Естественно, возникает выход Вот в музыке В поэзии Мы знаем В живописи опять же Волна пошла Где-то лет 5-10 назад Тракционизм То же самое вот сейчас Курехин нам представляет Это совершенно естественный Нормальный процесс Мы должны это пройти Пережить Дальше пойдет Нечто новое и другое Недавно мне удалось Прочитать статью Посвященную Белинскому И там было сказано Что должны Содевать высокие профессионалы Которые должны Отличать Вот это самое Временное Никому не нужное Понимаете Портящие вкусы От действительно великого Человек должен знать Действительно должен знать Например Что Чехов Гораздо лучше Чем Потапенко Чехов лучше Другого писателя А Толстоп В целом Выше такого Торманиста Понимаете Для того Чтобы не оказалось Что он будет читать Посредственные произведения Неизвестно кого И в результате Он воспитает Свой убогий Внутренний мир Профессиональные критики В свое время Прошли мимо Замечательных художников И спасибо людям Что они это сохранили И показали Так вот Не будут ли ваши критики Тенденциозны В оценке Вот таких вот явлений Как механика Да как то же И формирует Кто же скажет Что критика Это не Я еще забыл сказать Пьеса называется Музыка должна быть чувственной Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сомневаюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 на любителя, на такого утонченного любителя. Мы все время говорим, вот этот утонченный нелюбитель модерн токинг, а этот утонченный нелюбитель, скажем, Эдиты Пьехи, предположим. Но у нас почему-то нет музыки для всех, которая бы воспринималась нормально нормальным человеком. Понимаете? Какой музыки нам сейчас не хватает? Какая музыка будет нравиться всем? Я уже об этом говорил. Я говорю, что мы показатели симптома гибели культуры, и что на основе того, что мы делаем, возникнет новый музыкальный язык и будет какая-то основополагающая линия развития музыкальной культуры, о которой я сейчас совершенно не могу сказать. Я думаю, что никто с уверенностью не скажет, зачем будущее. За то, что называется старинной музыкой, то, что называется фольклором, то, что называется современным авангардом, джазом, роком, в конце концов, одном из многочисленных направлений всех этих, роков, джаза. Это, я думаю, что никто не скажет с уверенностью. Я говорю о том, что исполняется вся музыка, которая только возможна, и каждая музыка имеет свою аудиторию. Вот как я понимаю, название популярной механики глубоко не случайно. С одной стороны, действительно, некоторая механистичность музыки. С другой стороны, близкие эстетики поп-арта принцип к важности когда все смешивается в одну кучу и все-таки как у каждого человека есть какой-то единый близкий ему стиль вот я знаю что ты начинал в свое время в таких группах а гольф стрим большой железный колокол потом длительная работа в джазовых ансамблях на анатолием вапиром часть механика электроника если музыка которая все-таки стиль единый который близок тебе как человеку ну самая любимая музыка которая слушает дома как когда мне очень хочется слушать музыку это как правило большая часть советские песни где-то начало 60-х годов мая кристаллинская ранее дита пьеха сергей скажите пожалуйста как вы считаете кто вы на самом деле композитор либо талантливый организатор музыкальных звуков и людей музыкантов вы считаете себя композитором дело в том что композитором до сих пор назывался человек который умело более или менее умело монтирует звуки вот но я помимо того что в общую звуковую ткань я включаю область визуальную и там где скажем музыкальная фраза у меня заканчивается и мне нужен переход другое качество я дополняю это качество каким-то визуальным действием то есть это как бы одно является продолжением другого то есть линия здесь не прорывается скажем вот здесь мы играли а здесь мы там типа выпендриваемся а все это одно целое и одно переходящее в другое я говорю я строю произведение только по психологии формы мне нужно форму есть форма есть несколько языков скажем десяток языков которыми я пользуюсь в данной программе я их выстраиваю так чтобы они логично переходили один в другой и поэтому в традиционном смысле композитором назвать очень трудно равно какие режиссерами и равно как и я просто что-то организовываю пьеса которая будет сыграна сейчас камерным оркестром месте это один из элементов популярной механики тоже но поскольку он обычно идет в сопровождении огромного количества духовых инструментов то здесь он будет исполнен в камерном виде а и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Меня интересует, что у вас является доминирующим в ваших отношениях с музыкантами? Профессионализм их, авангардизм или какие-то другие критерии? Скорее, другие критерии. Я слушатель не меньшей степени, чем исполнитель, даже, наверное, быть большей, потому что выступаю меньше, чем слушаю музыку. И в связи с этим я часто хожу на концерты, и музыканты, которые у меня чем-то производят впечатление, будь то это музыканты, не музыканты, я стараюсь привлечь их к сотрудничеству. Это абсолютно не важно, к какому роду искусство это имеет отношение. Живопись, книга, печатание, музыка. Я прекрасно, когда если музыкант или человек это согласен сотрудничать с популярной механикой, я придумаю ему определенную функцию в программе. Если это музыкант, то музыкант играет, если это поэт, то он читает стихи. Сергей Анатольевич, музыканты играют, поэты читают, художники рисуют, танцоры танцуют. Вот каждый занимается своим делом. Главное, чтобы на меня что-то произвело впечатление. Вот мне очень странно, что здесь ни разу не прозвучало слово «театр», хотя впечатление складывается совершенно однозначное о том, что мы видели, поскольку все-таки 90% информации мы получаем через зрение, а все остальное другими способами. Вот складывается такое впечатление, что ваша задача не только создавать слуховые образы, но и синтезировать их со зрителями. По этому поводу вопрос такой, со зрительными образами. Вопрос такой. Вот то, что участники вашей группы здесь творят, ну или вытворяют, как угодно на сцене, это заранее срежиссировано что-либо или импровизация голая? Нет, ни в коем случае не импровизация. Костюмы, эскизы я уже знал заранее, они продуманы и просмотрены мной. Дальше тоже определение на сцене, как все будет происходить, тоже заранее продумано мной. То есть те моменты, когда должен появиться тот или иной человек, тоже заранее зарежиссировано. Другое дело, что я не очень точно ставлю какие-то нюансировку. Скажем, я могу сказать, вот ты находишься справа от сцены, вот у тебя кастрюля и работай. Вот. А то есть как он будет работать с ней, это уже мне абсолютно не принципиально. Главное, что у него будет функция, которая мне нужна для данной композиции. А потом я еще хотел подчеркнуть, что это к театру не имеет никакого отношения, потому что театр — это искусство. Мне очень хотелось бы, чтобы наша музыка не была искусством. Поэтому я избегаю старательно того, что называют в классической музыке, вообще музыки профессионализмом. То есть старательное выучивание и стремление сыграть все очень точно, сыграть филигранно. А театр — это искусство. Я так живу, понимаете. В своих композициях вы представляете нам ваш внутренний духовный мир. Пока что в виде зрительных и звуковых, слуховых анализаторов. Дальше, наверное, вы добавите обонятельный, может быть, вкусовой. По конфетке будете давать, я не знаю что. Но это ваш внутренний мир. Вы им живете и нам представляете. И поэтому вы делаете музыку для себя, чтобы разрядиться, и для других, чтобы доставить радость. У меня вопрос. Все-таки больше чего присутствует. Вы делаете музыку для себя, чтобы легче вам жилось, или для других? Думаю, что я делаю музыку только для других, а не для себя вообще. Потому что кроме усталости, мне мои выступления не заставляют ничего вообще. Никакой радости, ничего. Только чувство очень сильной усталости. Сектор В, пожалуйста, Сережа. Вот вопрос такой. Сейчас поднимали вопрос о музыкальном наследии начала века, прошлого века. Что с ним делать и как с ним быть. Да? Так вот, здесь не нам с вами сейчас решать о том, что с ним делать и как с ним быть. По-моему, об этом должны подумать Министерство просвещения, Министерство культуры. Чтобы, чтобы эфирное время не предоставлять площадку вот таким подобным явлением, не предоставлять. Пускай сходят себе с ума где угодно. Ну вот. А нужно возродить и научить слушать и Баха, и Хиндемита. Вам поиграть сейчас Баха? Да. Сережа, Сережа. Я знаю, что вы это умеете. Но в этом как раз, как музыканта, ваша беспринципность. В общем-то, я не представляю ни Министерство культуры, ни Министерство просвещения. Я представляю просто, так сказать, наш ленинградский мусомол. И скажу, что я всегда с удовольствием... С удовольствием всегда хожу на ваши концерты, так сказать. Очень рад, что вы есть, потому что вы учите прежде всего нестандартно мыслить. Мыслить не шаблонами, в отличие от некоторых товарищей, которые мало вас слушают и не приучились к этому мышлению. Сергей, сектор В. Все, что происходит на сцене нового, где угодно, в какой сфере искусства, вызывает три реакции последовательные. Первая – это бред. Вторая – это вред. А третья – мы тоже помогали. Так вот, первую и вторую стадию мы сегодня наблюдаем. Подождем третий просто. О чем речь? Это, если хотите, революция чувств. И эту музыку надо не понимать, а именно чувствовать. Но люди разные, по-разному воспринимают. Спасибо. Ну что ж, вот и конец ответа В.К. и 12 правдоискателям из Коломны. Думаю, поводов для размышлений и у них, и у вас будет более чем достаточно. Ведь один из критиков очень хорошо сказал, что творчество Курехина можно оценивать по шкале «хулиган-гений». Но давайте договоримся, ища свое определение по этой шкале, не будем забывать, что каждое новое явление не только выходит из жизни, а является и знаком своего времени. Субтитры создавал DimaTorzok